Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный обзор событий, происшествий и мероприятий возложения наших авторов. Интересных и даже значимых событий произошло немало. Наши журналисты, как обычно, расскажут о наиболее актуальных известиях. Вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска. Годовой отчет Андрей Кашаев отчитался о работе городского парламента. Воздушно-десантным войскам России в этом году исполняется 85 лет. Началась научная конференция, посвященная историческому опыту участия десантников в различных боевых конфликтах. Сдали досрочно. Часть школьников приступила к сдаче единого государственного экзамена. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. И впервые с годовым отчетом перед народными избранниками выступил председатель парламента Андрей Кашаев. Подробнее о ходе заседания в следующем видеоматериале. Главным событием сегодняшнего заседания городской думы, безусловно, стал итоговый годовой отчет главы Рязани Андрея Кашаева. В своем докладе председатель Рязанской городской думы отметил, что деятельность этого представительного органа власти прежде всего направлена на решение проблем граждан. Чаще всего граждане обращались по вопросам жилищного, коммунального и дорожного хозяйства. В целом 144 обращения. Также задавались вопросы по экологии и природопользованию. 25 обращений, из них 19 коллективных, в частности, касающиеся внедрения раздельного сбора твердых бытовых отходов. Кроме того, граждане волновали вопрос установки новых и благоустройства имеющихся детских площадок, ремонта асфальтового, покрытия внутриквартальных территорий, оборудования парковочных мест, вопросы предоставления гражданам жилых помещений, расселения из аварийного ветхого фонда, реализация муниципальной адресной программы развития застроенных территорий в городе Рязани на 13-17 годы. Еще в своем докладе Андрей Кашаев отметил улучшение работы депутатов с горожанами, поскольку увеличено как количество общественных приемных, так и часы самих бесед избирателей с депутатами. Рассмотрев отчеты главы Рязани, а также председателя контрольно-счетной палаты города, депутаты обратились к другим вопросам повестки дня, которая, к слову сказать, была весьма обширной, в общей сложности 60 вопросов. Один из них можно без преувеличения назвать резонансным. Депутаты сохранили на уровне прошлого года так называемый коэффициент базовой доходности, исходя из которого начисляется единый налог на вмененный доход для предпринимателей. Как пояснил Андрей Кашаев, сделано это для поддержки малого и среднего бизнеса Рязани. Мы, естественно, даем поручение до 1 ноября подготовить документ, отменяющий то постановление и то решение. И те предложения, которые действительно уже в новых условиях пройдут экспертную оценку и предпринимательского сообщества. Глава Рязани подчеркнул, что городская дом работала и работает в тесном контакте с избирателями, и интересы жителей остаются безусловным приоритетом. И сегодня же в Советском районном суде прошло заседание по уголовному делу в отношении первого мэра Рязани Валерия Рюмина. Напомним, что обвиняется учредитель газеты «Вечерняя Рязань» Валерий Рюмин и депутат Совета депутатов Ворсковского сельского поселения Рязанского района Сергей Панин по статье «Вымогательство группы лиц по предварительному сговору». По версии следствия, в январе-феврале прошлого года Рюмин и Панин вымогали 3 миллиона рублей у должностного лица за неразглашение компрометирующих сведений. И еще о персоналиях. На неделе состоялась 26-я отчетно-выборная конференция Рязанского общества профессиональных союзов. В рамках нынешней конференции подвели итоги работы отраслевых профсоюзных организаций и в целом областного объединения за последние пять лет. А также делегаты съезда переизбрали состав Совета профсоюза. Не так давно руководство рязанских профсоюзов претерпело некоторые изменения. По итогам прошедшего накануне голосования члены регионального общества выбрали нового председателя Инну Калашникову, а предыдущий руководитель профсоюза Леонид Фролов назначен ее заместителем. К слову, за последние пять лет профсоюзы добились многого. Старались активно развивать социальное партнерство с правительством области и нашими работодателями. В этот период было заключено два трехсторонних соглашения с этими сторонами, в которых мы, я считаю, прописали достаточно хорошие обязательства сторон и правительства, и работодателей, и наших обязательств, в соответствии с которыми на достаточно неплохом уровне выглядели вопросы, прежде всего, оплаты труда. Сейчас региональное общество профсоюзов уже готовит новые проекты на грядущую пятилетку. Один из них тесно связан с будущим молодых специалистов. Мы сейчас планируем, разрабатываем пилотный проект и планируем проводить уроки в школах, которые выпускные классы, для того, чтобы выпускники школ знали о своих правах, когда он перешагнет порог школы и окажется один на один со своим будущим. Ну и, разумеется, основной акцент в деятельности работники Рязанского профсоюза делают на борьбу за сохранение рабочих мест в ухудшающихся экономических условиях. Ну а рязанские школьники приступили к досрочной сдаче единого государственного экзамена. Сегодня состоялся ЕГЭ по математике профильного уровня. Разделение в сдаче госэкзамена на базовый и профильный – новый формат, который появился в этом году. Для получения аттестата об окончании школы достаточно сдать предмет на базовом уровне. Профильный – необходим выпускникам для поступления в ВУЗы. Именно для второго уровня сегодня проводили испытания. Сегодня выпускники имеют возможность сдать математику профильный уровень. Для чего предоставлена им эта возможность? Для того, чтобы использовать сдачу этого экзамена при поступлении в институт, именно где необходима профильная математика. Для тех, кому эта возможность не нужна, они сдавали экзамен 23 марта. Математику – базовый уровень. То есть это позволит им спокойно получить аттестат о среднем общем образовании. Списывать на экзамене по-прежнему невозможно. К видеонаблюдению, которое даёт картинку онлайн как в Рязани, так и в Москве, добавили в этом году и ещё одну меру борьбы со списыванием – глушилки сотовой связи. Из-за нового введения можно отметить, что сейчас у нас глушилки, телефонные связи устанавливаются. Но видеонаблюдение ведётся по всему пункту. Но это уже не такие крупные нововведения. Они все были и уже в прошлом году. Мы ежегодно принимаем экзамены, поэтому ничего особо нового для нас в этом нет. Выпускники осведомлены сейчас хорошо. Ну и хотелось бы сказать родителям, чтобы они, отправляя своих выпускников на экзамен, не заставляли их брать с собой телефоны, потому что возможности использования телефонов совершенно нет у них в этом году. Например, на нашем пункте проведения экзаменов, который сегодня у нас базируется в средней общеобразовательной школе номер 13, защита обеспечена полностью. Есть металлодетектор, есть ручной металлодетектор при входе. Для сдачи математики в досрочный период сегодня пришли 13 человек. Продолжительность ЕГЭ по математике составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов единого госэкзамена, необходимое для поступления, составляет 27 баллов. Напомним, что теперь документ на руки не выдаётся. Все результаты занесут в Федеральную информационную систему, и они будут доступны только в электронном виде. Бумажные документы с результатами ЕГЭ упраздняются из-за участившихся случаев их подделки. Кроме того, в ближайшее время откроется специальный портал, на котором любой ученик сможет посмотреть результаты ЕГЭ, указав свои паспортные данные. Сразу два юбилейных события отметят наш город в нынешнем году. Во-первых, масштабно будет отмечаться 70-е годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. А во-вторых, 85 лет исполняется с момента создания воздушно-десантных войск. Эту важную для Рязани дату отметили военнослужащие, курсанты Воздушно-десантного училища и ветераны ВДВ на площади перед монументом генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. 26 марта в Рязани начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Роль десантных войск в укреплении обороноспособности страны». От исторического опыта к современным реалиям 21 века открылся форум митингом на площади Маргелова. Конференция посвящена 85-летию воздушно-десантных войск и 70-летию победу в Великой Отечественной войне. Конференция является одним из важнейших мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы. Рязань для ее проведения выбрана далеко не случайно. Рязанцы по праву гордятся тем, что наш город является кузницей кадров для воздушно-десантных войск в столице ВДВ как-никак. А продолжились мероприятия в Горьковской библиотеке, где обсудили исторический опыт проведения десантных операций на различных фронтах. Название конференции «Роль десантных войск в укреплении обороноспособности страны от исторического опыта к современным реалиям». Символично, что конференция проходит в Рязани, легендарной столице ВДВ. Воздушно-десантные войска выполняют задачи всегда в интересах общевойсковой группировки. Поэтому, разумеется, в своем тесном кругу мы всегда утверждаем, что десантники – это лучшие, единственные и незаменимые. Но в рамках всех вооруженных сил, которые охраняют покои нашего государства, мы являемся, конечно, элементом данной системы. И не можем сказать, что мы одни, единственные, неповторимые, способны решать все задачи. Все задачи решают все военные в равном составе. Но десантники – лучшие. Конференция проходила на нескольких площадках – на базе училища ВДВ, Рязанского государственного университета им. Есенина, библиотеки им. Горького и музея истории ВДВ. «Значение этой конференции очень велико. Она призвана не только обратиться к страницам славной военной истории, истории воздушно-десантных войск, к нашей региональной истории. Но эта конференция, прежде всего, ставит задачу способствовать военно-патриотическому, гражданскому, патриотическому воспитанию нашей молодежи. И не случайно наша конференция проходит в библиотеке, университете, в музее, там, куда приходит молодежь». Участники конференции обсуждали актуальные проблемы и выдвинули ряд предложений по повышению престижа военной службы, наращиванию оборонительного потенциала, усилению работы с молодежью в части патриотического воспитания. Научная конференция пройдет еще и завтра. Ну а теперь к оперативной информации. Рязанские правоохранители продолжают проверять питейные заведения и выявлять в них контрафактный алкоголь. Сотрудники полиции регулярно проводят рейды, направленные на выявление нарушений алкогольного законодательства. Особое внимание рязанские блюстители правопорядка уделяют пресечению незаконной торговли спиртным в ночное время. За истекший период 2015 года сотрудниками полиции изъято 4937 литров алкогольной продукции. Составлено 273 административных протокола по статье 14.16 Кодекса об административном правонарушении. Нередко жители городов и поселков области оказывают полицейским помощь в выявлении злоумышленников. Граждане сообщают сотрудникам полиции о случаях незаконной торговли спиртным и фактах продажи алкоголя несовершеннолетним. Эти сведения обязательно проверяются, указанным торговым точкам уделяется особое внимание. В 2015 году сотрудниками рязанской полиции по выявленным фактам незаконной торговли спиртным, в частности в ночное время, составлено 273 протокола об административном правонарушении, изъято 1973 литра алкогольной продукции. А наркополицейские сообщают, что суд вынес приговор сбытчику запрещенных синтетических препаратов. Судом рассмотрено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Самары, осуществлявшего в Рязани оптовый сбыт синтетических психостимуляторов посредством сети интернет. Год назад сотрудники регионального наркоконтроля зафиксировали крупный выплеск на нелегальном рынке синтетических наркотиков новых видов. Анализ оперативной обстановки показал, что в областном центре появилась законспирированная дилерская сеть. Дистрибуция наркохимикатов происходила от имени нелегального интернет-магазина, развернувшего свои филиалы во многих городах России и сопровождалась информационной компанией. Контакты наркодилеров рекламировались в интернете путем СМС-рассылки и надписей на фасадах домов. В ходе тщательной оперативной разработки сотрудники наркоконтроля смогли установить личности и адреса проживания нескольких участников преступной группы. В том числе и удалось выйти на ключевую фигуру в преступной схеме, на Марата Софиулина. В ходе спецоперации он был задержан. На его съемной квартире в доме на улице Есенина был произведен обыск, в результате которого было обнаружено и изъято 3,4 кг синтетических наркотиков. А также сопутствующие вещественные доказательства – это большое количество упаковочного материала, электронные весы, респираторы, перчатки, которые использовались при изготовлении наркотиков и другие предметы. Осужденный активно сотрудничал со следствием. В частности, он рассказал, что нанялся в интернет-магазин по сбыту наркотиков в сентябре 2013 года. Сначала его направили представителям в Нижний Новгород, а в конце января прошлого года – в Рязань. За это время он поднялся по карьерной лестнице, начал заниматься фасовкой крупных партий наркотиков. Ему было предъявлено обвинение в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц. Мужчина полностью признал свою вину. Советский районный суд города Рязани назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. И на этом наш сегодняшний информационный выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь пойдет о принятых депутатами решениях на сегодняшнем заседании. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания.